Всем доброе утро, мои хорошие! Наступил новый день, начинаю новый влог. Сегодня я еду к дочке на два дня. Погода у нас хорошая, хотя похолодало, но сейчас солнышко светит. И это радует, потому что солнышко всегда поднимает настроение. У меня есть пока что немножечко времени для того, чтобы собраться. И я решила пожарить сейчас оладушки для внука, потому что в прошлый раз, когда я оладушки жарила, внука не было. В ближайшее время я угостила сына и внучку. А этот раз я хочу поехать уже с оладушками. Думала приготовить там, но я думаю, что мне там уже не будет времени. Я зайду и с места в карьер, как говорится. К дочке должны сегодня прийти рабочие, там что-то делать в ванной, какие-то полки. В общем, я не знаю точно. И я думаю, что мне там будет уже некогда этими оладушками заниматься. Поэтому я сейчас спокойненько их приготовлю. Я думаю, что большинство из вас уже смотрели тот влог, где эти оладушки я готовила. И в общем-то, в принципе, я сейчас не буду их подробно объяснять. А просто возьму и приготовлю. Но если кто-то не смотрел то видео, то я вам хочу сказать. Вот если чётко делать те ингредиенты, которые туда нужны, то оладушки получатся пышными, вкусными и очень даже хорошенькими. Пухленькими, да? Ну, а нам понадобится пол-литра кефира, 350 грамм муки, одно яйцо, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды. И всё. Всё это мы хорошенько замесим. 20 минут постоит, созреет, когда тесто. И будем выпекать на сковороде. На сковороду нужно будет налить на полсантиметра подсолнечного растительного масла. Дать прогреться маслу как следует. И аккуратненько туда тесто мы это выкладываем. Самое главное, чтобы масло не кипело, нужно, чтобы они выпекались медленно. Только тогда они смогут подняться. Если они будут выпекаться очень быстро, они не успевают подняться, будут плоскими. Ну, всё. Давайте тогда уже начнём, приступим. Всё. Оладушки у меня уже выпекаются. Симпатичные, румяные. Поднимаются. Всё хорошо. Девочки, вот что я тут решила. Доча попросила капусточку тушёную. Я сама её давно что-то не ела. Оладь я сегодня утром сделала. Мы ими позавтракали, Деня и все. А сейчас я решила капусту потушить с колбасой и будем кушать. Это уже на обед. Семейство моё? Белый. Белый. Чем занимаетесь? Белый. Денис, скажи всем привет. Денис, скажи всем привет. Всем привет. Всё ясно. Не хочет он. Ничего, говори. Доча, а ты, может, скажешь что-нибудь? Скажи моим привет. Доча, скажи моим подписчикам хоть пару слов. Всё, спасибо. Достаточно. Всем доброе утро, девочки. Я уже дома. От дочки приехала сегодня с утра пораньше. Потому что мне нужно снимать посылочку. И вот я уже показала там. Но это будет отдельное видео. Видео с посылочкой выйдет раньше. Поэтому я сейчас могу вам показать уже, как, в принципе, я всё это отпариваю. У дочки ничего я особенного не делала. Отдыхала, в общем, лежала. Но она вчера забрала мою посылочку. И вот я уже спешу вам её показать, снять. Вот такой отпариватель. Кстати, кто у меня спрашивал, девочки. Обычный, ручной, лёгенький отпариватель. Там немного воды наливается. И, в общем, вот так вот. Раз-раз. Вот эти складочки, которые в посылке сминаются, одежда. Это очень легко, быстро всё отпариваю. И вот так вот я пройду сейчас, всё отпариваю. И всё. Потом померю вам, покажу. Всё уже отглажено. Что я сегодня ещё делать буду, я не знаю пока. Но я знаю то, что мне нужно ещё всю эту одежду продемонстрировать вам. Видео надо будет это всё смонтировать, сделать. В общем-то, на это у меня весь день сегодняшний и уйдёт. Но готовить особенного ничего такого не буду. Сложного. Поэтому, может быть, я даже сегодня до вечера ничего снимать и не буду. Вот такое вот у меня, вот такой влог затяжной получается. Видите? В дочке одно и то же снимать я не хочу. Потому что, ну что, одно и то же снимать. Котёнка, ребёнка. Я там ничего не делаю, там ничего не готовлю в последнее время. Так что, вот так вот и получается, что снимаю влог. Ну вот он, вот так вот, таким вот образом сильно и затягивается мой влог. Вот видите, как складочки, раз-раз и все разглаживаются. И всё. И утюг не нужен. Девочки, пока я тут отпариваю вещи, а вот решила я вам ответить на один вопрос, который беспокоит некоторых моих подписчиков. Зачем вам столько вещей, когда вы успеваете их носить? Девочки, не переживайте. Моя мама всегда говорила, даю, бери. Я беру. Но те вещи, которые я не ношу, я понимаю, что я все не переношу, конечно, вещи. Которые мне нравятся, оставляю себе. Которые не нравятся, я их отдаю. Поверьте мне, мне есть кому отдать. Так что вы так сильно не переживайте. Вещи, они у меня не будут тут залеживаться долго. Оно уже само, знаете, вот вещи мне как бы нравятся все, но некоторые мне нравятся больше, я их ношу. А некоторые вот просто как-то вот не одевают, то ли случая нету, то ли еще что-то. Вот они висят. Потом я подумаю, подумаю и кому-нибудь отдаю. У меня, конечно, шифонер, шкаф мой не резиновый. И, естественно, когда там много вещей уже появляется, то я их просто предлагаю своим родным, близким, соседям. Так что не переживайте вы так сильно. Непривычная картина, да, что я стою отпариваю и отвечаю на вопросы в комментариях. Так, я вот тут вот это повесила, мне кажется, оно забирает свет. Сейчас я уберу. То, что я уже отпарила, я вешаю и убираю. Вот один вопрос у меня сегодня я прочитала в комментариях. Я даже, честно говоря, я на него не ответила, а потом думаю, ну, может, человек первый раз мой на канал, на мой канал зашел, да, и спрашивает. А где ваш муж? Где отец вселенной? Вообще вопрос не тактичный, я считаю. Но, если кто не знает, скажу, мужа нету давно. Он умер в 98-м году. Так что, я сколько уже снимаю видео, и понятное дело, что у моего мужа тут и в помине нету никакого. По-моему, всем уже известно, что мужа у меня нет, я не замужем, я одна замуж, я не собираюсь никуда. Так что, такие подобные вопросы, я не знаю, это с какой целью вообще спрашивается, непонятно совсем. Так, ладно, не буду, девочки, я вас утомлять своей глажкой вот этой вот. Закончу, когда видео, тогда я уже вернусь к вам, и заодно я уже решу, что мне делать дальше. Чем заняться, чем вас порадовать, и себя чем порадовать тоже. Всем доброе утро, девочки, наконец-то я до вас добралась. Но добралась только утром, потому что вчера до самого позднего вечера я монтировала видео с новыми моими покупочками, с посылочкой Дон Трик. Вот, кстати, на мне новенький халатик такой, миленький. И вот, если вы заметили, я сняла, вот здесь у меня была занавеска розовая, ну, просто у меня там было две такие розовые вещицы, которые я уже заметила, они сливаются с фоном. И мне пришлось сделать светлый фон, но занавески нету, я сюда покрывала повесила. Кстати говоря, кто смотрел это видео, напишите мне, как лучше, чтобы светлый был фон, или оставить ту занавеску, которая у меня висела. Вообще, я планирую здесь повесить какую-то вот светлую занавеску, мне бы хотелось. Ну, может быть, не настолько светлую, какой-то вот легкий такой беш, вот как, примерно, как плиточка вот эта вот, как у меня занавеска на окне. Я могла бы эти занавески повесить сюда, а туда перевесить другие. Но дело в том, что там на занавесках есть рисунок атласный такой вышит, и вот этот рисунок будет бликовать. Вот если бы он был без бликов, матовый, то я бы не сомневалась, перевесила бы сюда эти занавески. Ну, а сюда какие-то надо все-таки купить, однотонные. Ну, вот, все это пока в проекте, все никак не соберусь купить. Это надо же в магазин съездить, выбрать, нету как-то на это времени. Я сегодня проснулась, хорошо выспалась, все прекрасно, но на улице пасмурно, на улице холодно, у нас минусовая температура уже. Ну, маленький такой минус, но все равно ветер дует. В общем, так неуютно, а на улице, что не хочется из-под одеяла вылазить. И делать ничего не хочется. Я сегодня проснулась, думаю, надо, наверное, уже мне сегодня отдохнуть. Что-то я тут последние дни как-то вот в движухе в какой-то, а вот я люблю дома, у себя отдохнуть, полежать. И мне хочется сейчас просто залезть под одеяло, включить какой-нибудь сериал и ничего не делать, и ничего не снимать. И я сегодня не буду, наверное, ничего готовить такого, что-нибудь найду я поесть, что у меня есть, и готовить особо ничего не буду. Буду отдыхать. Девочки, я в последнее время вот все чаще задумываюсь, что бы снимать. Вот я когда читаю ваши комментарии, в комментариях пишут, что кто-то пишет, я не смотрю ваши видео с этими покупками, кто-то пишет, я перематываю ПП, кому-то кажутся мои болталки нудными. И, в общем-то, честно говоря, сколько людей, столько мнений. Ну вот напишите мне в комментариях, кому что нравится, кому бы что хотелось, что больше нравится, что я снимаю. Но дело в том, что я, конечно, глобально так вот поменять свой контент не могу и не хочу, потому что я снимаю, в общем-то, свою жизнь. Вот что я делаю, то я снимаю, что я ем, то я и снимаю. Как-то вот специально какие-то готовить съемки, что-то вот такое вот я как-то вот и не хочу. Мне нравится снимать вот именно такие вот влоги, в которых я снимаю все, все, что я делаю. Ну просто моя жизнь, наверное, сама по себе такая скучноватая, да. Кому-то кажется нудно. Девочки, ну, если кому-то неинтересны мои видео, ну не смотрите, кто вас заставляет. Зачем вот это вот писать, я это не смотрю, я то не смотрю, мне это не нравится, то не нравится, я не знаю. Выбирайте блогеров, которые вас веселят, кому, ну, кому интереснее, может быть, что-то другое смотреть. Ну, а тем, кому нравится мое видео, кто наблюдает за моей жизнью, оставайтесь на моем канале. Спасибо вам за комментарии добрые, за поддержку. Мне эта поддержка очень нужна, она меня вдохновляет на какие-то новые дела. Я иногда, знаете, думаю, может мне вообще-вообще вот закинуть это дело, перестать вообще видео снимать. Просто как бы иногда и времени на это нету, иногда сил нету на это. Как-то очень много, много дел и мало сил, вот так получается. Поэтому и мне бывает даже вот просто поговорить, на это даже не хватает сил. А поговорить иногда с вами хочется. Я знаю, что есть некоторые подписчики, которые ждут мои видео, которым нравится моя болталка, которые просто наблюдают за моей жизнью, которым интересно. Я вас тоже люблю и тоже с удовольствием с вами общаюсь в комментариях. В общем, жду от вас в комментариях вопросы, девочки. Задавайте вопросы, только каретные вопросы, конечно. Я прошу вас, которые не задевают, честно. Честь, честь и достоинство меня и моей семьи. Сейчас девочки сходила, посмотрела, комментарии какие почитала. Ответила. Ну, в общем, даже не ответила, потому что вопросов там особо нету. Один вопросик был. И я на него ответила. В общем, что вам сказать? Больше сказать ничего и нечего мне, да? Я сейчас пью кофе, допиваю кофе, пойду залезу под одеяло и буду смотреть телевизор. На завтрак я уже подумала, я решила сделать омлет. Не омлет, а яичницу с помидорами. Ну, показывать я не буду это, потому что все знают, как делать яичницу с помидорами. Я сегодня решила ни на чем не заморачиваться. Просто вот дать себе отдых. И чтобы голова отдохнула, и тело, чтобы отдохнуло. Вообще, вот сегодня у меня будет день лентяя. А, ну и как раз таки сегодня понедельник. Замечательно. Вот у меня, видно, уже организм знает, когда нужно отдыхать. Вот, так что на этом я, девочки, свое видео хочу закончить. Если у меня какие-то идеи появятся, то я уже тогда начну следующий влог. А если не появятся, значит я сегодня ничего начинать не буду. Вот. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан на мой канал. Я буду очень рада. Ну и до новых встреч, девочки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...